Продолжение следует... Что делать? Злудиться. В вопросе есть мягкий знак. Если в вопросе есть мягкий знак, то и в слове он тоже требуется. В вопросе есть мягкий знак. Это орфограмма. Хорошо. Молодец умница. В вопросе есть мягкий знак, который трудится, чтобы жизнь вокруг него не милость прекрасная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слово? Значит, слово... Слово трудиться нет мягкого знака. Подчеркиваем. Буквосочетание. Вся. Хорошо. Молодец. Так, пожалуйста, Вероника. Следующее предложение. Читаю, Вероника. Слово. Попробуем. Слово. Попробуем. Слово. Слово. Не смысл. Задаем вопрос, поставим с ним на ветер, что делает? Молодец. Подносим нет мягкого знака, значит и писать будем без мягкого знака. Буква сочетания, это все, в конце предложения ставим точку. Все молодец, Кумица. Пожалуйста, Наташа, повыше можешь, пиши повыше. Продолжение прочитай. Хороший солдат, что делает? Надеется стать генералом. Продолжение следует. Продолжение следует. Надеется стать генералом. Надеется стать генералом. подчеркиваем сочетание все хорошо молодец умница так пожалуйста напишешь сверху последнее предложение напишем ну да, что делать? надеемся спасибо 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 если на этот знак, то пив глагольный будет писаться на стиле хорошо, молодец передавай стилу пиво это слово в том распределении тут суффикс, да, у нас неопределенная форма глагола суффикс «ить» передавай дальше ну, скорее ты подходи к нему тоже слова в неопределенной форме, да? давай дальше, Лиза слово «плав» суффикс «ать» значит это глагол первого распределения угу подходите сразу объявить это глагол сюда не навредить что няма суффикс, да? суффикс «ить» объявить неопределенная форма дальше, Нагелина объявить это потому что суффикс «ить» потому что суффикс «ить» хорошо хорошо, дальше бегом, Костя скорей, скорей, скорей уважать это суффикс второго распоряжения уважать разве это второе распоряжение? первое распоряжение уважать хорошо дальше, девочки бегом суффикс «ать» это первое распоряжение глагол первое распоряжение дальше, Эвелина «сохнуть» какое споряжение? второе «сохнуть» первое «сохнуть» если не «ить» да «сохнуть» дальше так и ну сирять это еще «как-как-как» Так, хорошо, значит, мы сначала не будем с вами отвечать, да, потому что Яна что заметила, что Яна заметила? Потому что у первого спряжения есть слова-исключения с окончаниями «утют», а у второго спряжения есть окончания от «я». Слова с окончаниями другими, да? Да, это глаголы-исключения. Откройте страницу, где у вас написано это правило, и еще раз прочитайте, какие глаголы мы перенесем в другой столбик. В этом упражнении нет слова-исключения. Молодец. Все правильно. Перейдем к следующему заданию. Переходим к следующему заданию. Следующая, Суня. Читай задание. Укажите пословица, в котором есть глаголы первого спряжения. Читай первое. Слезами горни не поможешь. Это будет не относиться к первому спряжению. А как нужно определить, Соня? Надо это... Ставь галочку. Работаем дальше, Вероника. Нам нужно найти все пословицы, да, которые относятся к первому спряжению. Давай. Не летает. Что делать? Не летает. Если не пить, значит... Так, хорошо. Дальше слова. Маслка не испортит. Маслом испортишь. Тут окончание иш, поэтому не подходит. Если окончание иш, то это второе спряжение. Это не подходит. Так, читай второе. Следующая. Исками и сбы не натопишь. Здесь опять окончание иш, поэтому опять не подходит. Это второе спряжение. Это второе спряжение. Соловья баснями не кормят. Здесь кормят, яд, это относится ко второму спряжению. Потому что... Потому что это в неопределенной форме... Как звучит слово? Что делать? Кормить. Так. Так, лобоил? Первого? Спряжение. Спряжение. Нажать. И ответить. Да? Молодец. Все правильно. Перейдем к следующему заданию. Так, хорошо.